В последнее время мы часто слышим о современных методах лечения в области гинекологии, о передовых перинатальных технологиях, позволяющие выявлять патологии развития плода в ранние сроки внутриутробного развития, проводить в интересах будущего ребенка корректировку течения беременности. Женское здоровье требует пристального внимания, даже незначительное гинекологическое заболевание может привести к серьезным последствиям. А каким именно нам сегодня расскажет доктор наук, врач высшей категории Мирим Усмонова. Мирим Бастоновна, здравствуйте! Спасибо вам большое, что сегодня нам уделили свое драгоценное время. И вы знаете, как заходишь, у вас тут прям светло, уютно, как дома, и не скажешь, что кабинет доктора. Спасибо большое, да, это часть моей работы, часть уют, комфорт на работе. Это первое, что должно быть у каждого человека, потому что это мой второй дом. Скажите, пожалуйста, вот сфера медицины, да, на сегодняшний день не стоит на месте, как, наверное, и гинекология, в принципе, да. Давайте мы сегодня как раз-таки нашим телезрителям, да, расскажем, какие вот новшества есть, какие процедуры, что сейчас очень популярно, мы сегодня с вами об этом поговорим. Сегодня мы хотим рассказать о докторе, чей профессионализм и организаторские способности позволили появиться на свет многим малышам. Мирим Бастоновна, я понимаю, это тот самый рентген-кабинет? Да, это тот самый рентген-кабинет, где мы проводим свои исследования с гордостью, можно так сказать, потому что с помощью цифрового рентгена мы можем поставить правильный диагноз, то есть выявить, есть маточный фактор бесплодия или нет. И получаем вот такие вот классные, отличные снимочки в цифровом формате. И то есть сразу вот действительно все, канал, все вот прям видно, да? Да, здесь вот, вот это и называется гистеросальпингография, это исследование на проходимость маточных труб. Мы видим вот наша матка, маточные трубы, это снимок очень удовлетворительный. Здесь трубы проходимы у данной пациентки. Многие пациентки, допустим, проходят в других медучреждениях эту процедуру, болезненно очень проходят, и у них какой-то вот страх остается. И вот когда я... И поэтому они вот не хотят, оттягивают. Они не хотят, оттягивают и вовремя не приходят на эту процедуру. Но я могу с уверенностью сказать, что эта процедура абсолютно безболезненная. То есть это я могу сказать с уверенностью. Почему? Потому что та техника, которую я использую в нашей клинике, она действительно, можно так сказать, не имеет аналогов. И можно даже запатентовать этот вид исследования, где я обучалась у своих коллег, там действительно процедура болезненная, травматичная. Но эта методика, которая применяется в нашей клинике, она абсолютно бесполезненная и занимает всего 5-7 минут. Вот сейчас, последние вот, допустим, даже год-два, да, какие вот процедуры стали очень популярны и какие заболевания на сегодняшний день занимают, ну, одни из передовых мест. Ну, специфика моей работы – это бесплодие. Очень много женщин, которые обошли много клиник, многих специалистов, можно так сказать, и использовали нетрадиционную медицину, они приходят уже с вот такой папочкой ко мне на прием. И эта часть, большая часть женщин с бесплодием. Первичное, вторичное бесплодие. Мне очень нравится работать именно с бесплодием, выявлять факторы бесплодия, поставить точный диагноз и уже после этого определиться с тактикой ведения данных пациента. И когда я получаю результат от своей работы… То есть когда вот пациентка получила долгожданную беременность, это для вас счастье? Это для меня счастье, и это заставляет меня приходить на работу с удовольствием, потому что я знаю, что меня ждут мои любимые пациенты, которые так вот открыто и говорят, «Мирим Бостон, вы – наша последняя надежда». И мне нужно оправдывать это и действительно помогать нашим женщинам. По бесплодию очень много приходит. Дальше у нас это эндокринные нарушения. Очень много сейчас женщин, которые страдают гинекологическими проблемами, такие как миомоматки, аденомиоскисты и гиперпластические процессы и полипоэндометрия. Это очень много сейчас тем, чем я занимаюсь в данной клинике. И это тоже является основной причиной бесплодия. То есть это все связующие факторы, да? Это там клубок, который вот это вот все набирает обороты, он больше и больше, да? И вот это вы все распутываете, да, и каждую вот эту вот болезнь вытягиваете, а потом вот, как говорится, получаем результат. Да, самое главное, нужно же поставить правильный диагноз, а потом уже определиться с тактикой. Вот сначала мы занимаемся обследованием, выявляем причину бесплодия, а дальше уже решаем вопрос, как это лечить, консервативно или же оперативно. И вот где мы проводим все наши операции, я вам покажу нашу операционную. Давайте пройдем. Мерима Смонова, доктор высокой квалификации, посвятившая более 20 лет лечению женских заболеваний, а именно борьбой с бесплодием. Мерима Смоновна, и так вот вы сегодня нам показали экскурсию по вашим тем кабинетам, где вы можете, как говорится, остаться там навечно. Вот сколько вы, получается, в своей вообще нише? Ну, получается, стаж моей работы уже более 20 лет. Мечта, сказать, что я мечтала быть медиком, не скажу, потому что это была мечта моей мамы, скорее всего. Я больше хотела тоже быть журналистом, переводчиком, хотела увидеть много стран, но, к сожалению, моя мама была первоначальным, так скажем, вдохновителем, можно так сказать, заложила. Она, к сожалению, не медик, но у нее была заветная мечта быть медиком, которая не осуществилась, и она всегда хотела меня видеть в медицине. То есть у нас в семье вообще нет медиков, я первая медика, можно так сказать. И вот это было желание, большая мечта моей мамы. Я могу с гордостью на сегодняшний день сказать, что я осуществила ее мечту, я ей бессмертно благодарна. И каждый день, когда я получаю очень положительные результаты и вижу труд своей работы, я каждый раз благодарю ее. Изначально Мирима Смонова хотела выбрать профессию переводчика, но, подумав и помня о мечте мамы, она пришла к выводу, что ей стоит выбрать гинекологию. В 2003 году окончила учебу на кафедре акушерства и гинекологии в Академии Медицинского университета имени Ахумбаева, а через два года прошла ординатуру. Для повышения квалификации молодой врач отправилась в Испанию, Италию, Турцию, Казахстан и другие страны. А почему именно гинекология? Почему гинекология? Потому что мне очень нравится помогать женщинам, я очень люблю все красивое. Как вы к этому пришли? Как я к этому пришла? Работать с женщинами очень сложно, со мной стороны, тем более я работаю по бесплодию, и когда женщина обращается именно по бесплодию, это уже психологически уязвимое население. И помогать женщинам, видеть результаты, получать положительные моменты своей работы, когда я вижу, это очень сильно стимулирует и вдохновляет. Особенно, когда благодарные пациенты уже приходят спустя несколько лет со своими детскими, знакомят меня и называют очень многие семьи в честь меня, своих девочек. Это очень приятно. То есть из таких вот пазлов складывается, допустим, любовь к своей работе. И это очень такая вот для меня очень значимо помогать именно женщинам. Работать с женщинами это очень легко для меня, потому что приходя каждая женщина на прием... Вы даже здесь находите своих и подружек. Да, здесь больше я помогаю и по медицинской части, и больше в психологическом плане стараюсь помочь быть сестрой, быть некоторым даже мамой, потому что сейчас подрастающее поколение и очень много девочек, которые годятся мне в дочери. И мне очень приятно делиться своим опытом, своими знаниями, не только как доктор, но и как мама. И когда они прислушиваются и выполняют все мои рекомендации, это очень приятно. Мириму Смонову отличает высокий профессионализм, умение сплачивать людей для решения важнейшей задачи, улучшение качества медицинской помощи женщинам. Под ее руководством разработаны и реализованы целевые программы республиканского значения. Перед беседой я промониторила его очень успешно в социальных сетях. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. И все же, как вам удается быть здесь в 8 утра на страже? И опять же, и в семье, вы прям везде успеваете. Как у вас это получается? Ну, во-первых, можно сказать, я очень целеустремленный человек, очень трудолюбивый человек, можно сказать. И к себе я отношусь очень самокритично. И в своей работе я хочу и требую от, допустим, персонала, от своих коллег тактичности, аккуратности и чистоты. Это вот первое, на первом месте, что у меня стоит. Это аккуратность, чистоплотность. У вас перфекционизм во всем и дома. Не устает ваше чадо, супруг от этого? Дети у меня по выходным плачут. Они говорят, мама, успокойтесь, и давайте наконец-таки идите в спальню, ложитесь спать. Потому что если я начинаю убираться, это полный порядок должен быть. То есть дома у меня так же чисто, как и на работе, как в аптеке, можно так сказать. Чистота – это первое, что должно быть, по-моему, у каждой женщины. Аккуратность, чистота. И так же это должно быть во всем. И в работе, и дома, и по отношению к себе, я думаю. Поэтому начатое дело я стараюсь всегда доводить до совершенства. Это вот к чему я стремлюсь. Я очень трудолюбивый и целеустремленный человек. И к своей профессии, конечно же, нужно относиться к любовью. Иначе быть не может. Получаться ничего не будет, если ты не любишь свою профессию изначально. Доктор принимает активное участие в организации научно-практических конференций по актуальным вопросам акушерства и гинекологии, выездных семинаров для первичного звена здравоохранения, совещаний врачей-аккушеров-гинекологов Республики. Мы с вами проговорили о методах лечения какого-либо заболевания. А вот вы также специалист по бесплодию. А вот какие методы на сегодняшний день? Медицина, она вот всё-таки есть в непрорыв? Также в сфере гинекологии? В сфере гинекологии, да. И вот сейчас к чему я стремлюсь, это эстетическая гинекология. Это вот чем я хочу заниматься. Потому что эстетическая часть, это очень немаловажная часть. То, что мы не видим. То, что мы не видим. То есть сейчас я по своим наблюдениям могу сказать, женщины очень любят себя. Уже наконец-таки научились уделять время себе, своему здоровью. И выбирать начали себя. Когда женщина выбирает себя и вкладывает себя, конечно же, это начинается всегда здоровье. Потому что если у тебя не будет здоровья, у тебя не будет никакой энергии. И красота, она должна излучаться изнутри. И вот тем, чем я хочу заниматься, это именно эстетическая гинекология. Когда женщина, здоровая в репродуктивном, в сексуальном плане, это отражаться будет в ее внешности в первую очередь. Это самоуверенность. Поэтому я, можно так сказать, маленькими штрихами делаю такие вот маленькие, большие, может быть, перемены. И женщина себя чувствует более уверенно, комфортно. И все вот эти вот симптомы, будь то это дезурического плана, будь то эстетические какие-то изъяны, которые возникли после родов, беременность может повлиять. И послеродовые изменения, они, конечно же, оставляют свой след. И каждая женщина хочет устранить эти симптомы, чтобы чувствовать себя более уверенно. То есть я в дальнейшем хочу заниматься именно эстетической гинекологией. Это все пластические операции и создавать красоту именно в женской репродуктивной сфере. Миря Бастановна, а у вас вот, вы больше 20 лет, да, в сфере своей. Вот запомнился, может, несколько случаев, или один, который вот врезался в вашу память, и вы его никогда не забудете в случае. Да, таких случаев очень много, если рассказывать. И бывают очень такие печальные истории, действительно, да? А есть смешные истории. Вот вы не забыли, вот до сих пор это у вас в памяти. Иногда, может, вспоминаете с плакнов, а иногда с улыбкой на лице. Да, я никогда не забуду один случай. То есть у меня была одна пациентка, длительное время она не могла забеременеть. То есть она страдала бесплодием. И вот, наконец-таки, после наших всех обследований, лечений, она забеременела. Это была долгожданная беременность. Но, к сожалению, эта беременность закончилась у нас замерзшей беременностью. У пациентки ночью открылось кровотечение. Я сейчас отключаю свой телефон или ставлю без звука. Она не могла дозвониться мне всю ночь. До вас. Не могла дозвониться, было обильное кровотечение. И она вот сидела и не вызывала скорую. Супруг мне потом на следующее утро привозит в больницу, рассказывает. И вот она уперлась и сидит, и не вызывает скорую. Говорит, нет, вот только доверяю Мериму Стоне, только к ней пойду. Не пойду никуда и не буду вызывать скорую. А кровотечение продолжается. Супруг испугался. Я приезжаю на работу, была в 7.30, где-то. Поднимаюсь на второй этаж, и это была жуткая картина. Вот этот коридор, где мы с вами прошлись, был полон крови. То есть она в буквальном смысле изливалась кровью. Мы, к сожалению, начинаем свою работу только в 8 часов. Но она пришла и сидела здесь, в клинике, возле кабинета, и истекала буквально кровью. У меня был такой страх. Я очень боюсь кровотечения женских, потому что здесь доля секунды играет очень важную роль. И я помню, я так ругала супруга. Я говорю, почему вы привезли ее в таком состоянии? Говорю, есть же скорая неотложная помощь. Надо было вызывать скорую и ехать в спецучреждение. Но они бы уже определили бы, да. Она говорит, нет, вот она уперлась и не хотела идти никуда. Мы дождались к вам. Будь что будет, но я пойду только к ней. Я помню, мы быстро, оперативно развязнули нашу операционную. На каталке повезли в оперблок. Подключили и провели все нужные мероприятия. Прервали эту беременность. Самое главное, удалось спасти? Удалось спасти. Ну, конечно, там уже начавшийся выкидыш был, замерзшая беременность. Но, тем не менее, вот эту жуткую картину я никогда не забуду, когда вот действительно уже давление было очень низкое, и пациентка уже не могла даже разговаривать. Коридора в крови, да? Коридора в крови. Но нет, уперлась именно к вам, да? И вот этот случай я никогда не забуду и всегда своим пациентам в последующем говорю. Девочки, если ночью у вас открываются какие-то кровотечения, острые боли, пожалуйста, не нужно сидеть ждать. Нужно вызывать просто скорую, потому что исход мог быть летальным. И это меня очень сильно испугало, и я ее действительно даже поругала за то, что она так несерьезно отнеслась своему здоровью. Вот такие вот случаи бывают, когда вот действительно ставят с утра, и я вышла, я помню, закончила эту операцию, прокапали, пациентка стабилизировали, и она уже была в удовлетворительном состоянии, вздохнула и думала, боже мой, что за утро начинается, это же не доброе утро. А потом проанализировала, думаю, нет, это все-таки доброе утро, потому что исход у нас был замечательный, и пациентка взяла меня за руку, и муж прям был так благодарен. И по сегодняшний день каждое утро эта семья мне пишет сообщение «С добрым утром, мирим вас, пускай у вас все будет хорошо». Даже они сделали благодарственное письмо, я помню, и вот спустя неделю они принесли и вручили мне, вот сами приготовили. Это было настолько трогательно, и такие прям пожелания. Супруг был в монашче, и он написал такие строки красивые, и сделал мне вот такое вот благодарственное письмо. Мирима Смонова уверена, что самосовершенствование, самообучение – важнейшая часть профессиональной жизни врача. Перед нами примеры многих известных, заслуженных докторов, для которых медицина стала призванием и смыслом жизни, которые трудятся во благо здоровья пациентов. Мирима Смонова Мирима Смонова